Доброе, насколько это возможно, время суток. Пришел такой вопрос о том, что сложно человек не может все время радоваться. Потому что имеет свой гидол или йодб, симхатомит, всегда нужно радоваться. А человек говорит, я не могу радоваться всегда. Более того, у человека есть всегда энтузиазм, иногда человеку тяжело, иногда у человека, так сказать, бывает плохое настроение. Что это значит? Ну, во-первых, я думаю, что это значит, что человек искренне анализирует себя и действительно отражает реальное состояние вещей. Любой нормальный человек, бывают такие моменты, когда ему тяжело, когда у него плохое настроение и т.д. и т.п. И как же это соотносится с выражением, что нужно всегда радоваться? Всегда радоваться это не имеется в виду, что человек должен все время хохотать и даже смеяться, даже не преувеличенно, и даже, так сказать, всегда обязан быть, испытывать чувство радости. И как вообще можешь человеку дать заповедь и сказать, что ты обязан радоваться? А он не радуется, как это можно его заставить? Это известный вопрос. И ответ в том, что речь идет о том, что мудрецы говорят «Симха-шель-митсва», то есть радость заповедь. Что такое «Симха-шель-митсва»? Это не обязательно то, что, так сказать, обычные люди называют радостью. То есть это замечательно, если это одно совпадает другим, но не обязательно. Пример, чтобы, так сказать, не использовать какие-то источники и не просто, так сказать, рассказывать истории. Мы знаем, что когда Яков встретил Рахель, то он на сайт Кулова Евк, он как бы заплакал, как Раша говорит «плачем отчаяния», потому что он увидел, что она не будет с ним похоронена. И, может, это отображалось, что он увидел, так сказать, пророха-кодыш, пророческий или, так сказать, пророческой интуицией. И увидел все другие сложности и проблемы, которые его ждут. И, как я просто напомню, что Лаван, отец Рахель, его обманул. Да, он работал 14 лет, потом его обманывали там много раз. Потом Рахель была бездетна. Да, потом она умерла при родах, и он не был, не была похоронена рядом с ним. И т.д. и т.п. И он заплакал вот таким самым тяжелым плачем, который Тора описывает в отношении Якова. И вообще в Торе, как мы говорили так, плакали очень немного людей, в том числе его брат Исаф. Это отдельная тема. И, тем не менее, Радак, рабы Моше Кимхи, говорит, что это бехи шель симха, что это плач радости. Как это может быть? Раша, которая говорит, как бы, простое значение, так сказать, слов, говорит, что это был плач отчаяния. Дело в том, что даже в тяжелые минуты Яков понимал, что все, что к нему, все, что он встречает в жизни, это дело происходит по воле Всевышнего. И у него был большой бетахон. Это не значит, что он всегда упований на Всевышнего. Это не значит, что он всегда прыгал и смеялся, и, так сказать, в то состояние радости. Более того, если вы мне скажете, что сейчас очень много ходит таких популярных книг, которые пишут люди, иногда связанные, когда они говорят, что они связаны с учением Раби Нахмана из Братства, который говорит, что всегда нужно быть радостным. Опять же, речь идет о симха-шель-митсва, откуда я это знаю. Есть история, которая рассказывает, это записано еще было очень давно, про учеников Раби Нахмана, у которого ни про кого-нибудь сказано, умер ребенок. И была история, что ученики пришли его утешать, и Раби Нахмана не смеялся и не танцевал, как написано в каких-то таких, так сказать, я не буду комментировать эти книги, якобы книгах. Он плакал и скорбел, как, так сказать, предписывает Аллаха. И, тем не менее, ученики них, он был виден, он просто был, так сказать, в очень тяжелом состоянии. Ученики решили его не беспокоить и ушли. И потом, когда они пришли, он сказал, мне очень жалко, что вы ушли, потому что я хотел превратить свою трагедию в новую Тору. Тору я называл какие-то лекции или, так сказать, дискуссии, которые потом записывали. То есть, радость была не в том, что человек плакал и смеялся, это очень глубокая мысль о том, что он видел в этом смысл и хотел превратить это во что-то осмысленное и вечное. И, так сказать, это, я думаю, отвечает на ваш вопрос. И поэтому, да, естественно, это любой нормальный человек, это бывают такие моменты. И, опять же, главное не отступать. Иногда нельзя, знаете, как, к сожалению, в наше время снова идут всякие военные кампании. Иногда нельзя продвигаться вперед. Но не сдавайте позиции. Да, продолжайте то, что вы делаете. И работайте над понятием бетахон. И, опять же, изучение Торы, молитва, добрые дела. Мы надеемся, в конце концов дадут свои результаты. И ваше настроение, и ваша ситуация улучшится. Спасибо.